Стремительно наступившая осень обострила проблемы жилого фонда посёлка Агробиостанца МГУ в Чашниково. Дожди, начавшиеся как по расписанию 1 сентября, объединили всех жителей посёлка общей бедой. Почти во всех домах текут крыши. Вот этот дом сзади меня, до военной постройки, там пятый дом, там всё, крыша может просто обвалиться на людей и всё. Она уже обвалилась в подъезде. И во всех домах крыши текут. Протечка крыш порождает и другие проблемы. Обваливается штукатурка, по стенам идут плесень и трещины, а ветхая электропроводка становится просто опасной. Обвалился у нас на лестничной клетке вот весь потолок. Обвалился. И когда мы к Пешкинскому относились, к ЖКХ, нам приехали, залатали досточками вот этот потолок. А на самом деле там вся штукатурка обвалена. Потом у нас электрическая проводка. Вся до такой степени уже у неё износ, что вот как сильные дожди идут, у нас и скрип там. В своё время посёлок относился к Московскому государственному университету. Затем жил фонд, передали на обслуживание местным властям. И пять лет им занималась администрация пешковского поселения. За это время проблемы посёлка не были решены, а только усугубились. А с 1 июня 2011 года администрация поселения вообще отказалась от обслуживания домов. Теперь жители посёлка не заумевают. Почему? Ведь услуги ЖКХ всё это время они оплачивали исправно, а остались у разбитого корыта. Нам как объяснили, что те деньги были кем-то уворованы, следов не найдено. Это так нам объяснили. Следов не найдено, никаких мер они принять не могут. Восстанавливать котельные, которые за эти пять лет, где ничего не проводилось, естественно, разрушилось, они не могут. И отдали нас университету. Дирекция агробиостанции МГУ, в Ведне которой сейчас находится жилой фонд посёлка, тоже не решает проблему. Буквально перед дождями мы ходили, так сказать, к нашему директору, говорили им об этом. Ну, один ответ – денег нет. А где они? Давать комментарии по этому вопросу отказываются как глава Пешковской администрации Николай Гольцев, так и директор агробиостанции МГУ Игорь Костарев. Помочь в решении проблемы взялись депутаты Совета депутатов сельского поселения Пешковское. Уже не первый год это ведётся всё, значит, передача этого фонда. А глава администрации требует то ли 23 гектара, то ли 32 гектара за то, чтобы принять этот фонд под себя. Да, как бы, в придачу 32 гектара. А без гектаров, значит, ничего не берут. По словам Бориса Глухова, МГУ готов и отремонтировать передаваемый жилфонд. Но федеральной землёй, которую занимает агробиостанция, распоряжаться не может. Таким образом, вопрос уже не первый год стоит, крыши текут, очистные сооружения заросли и не функционируют, дороги не ремонтируются, о благоустройстве территории речи не идёт. А вопрос, как жители посёлка переживут осень и зиму, остаётся адресовать лишь небесной канцелярии. Юлия Речет, Владислав Полунин, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».